Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня на повестке дня у нас Escape from Tarkov, и если подобный формат видео будет вам интересен, то не забывайте поддержать его лайком. И вы снова попали на рубрику «Зато не с топором», которую ныне вполне можно венчать как не штурмовая винтовка. В этой рубрике мы разбираем дешёвое и эффективное оружие для бомжерейдов. И унижаем топористов, конечно же, которые сосут лапу и в игре всем мешают. Потому что, во-первых, они идиоты, которые своей голодьбой оскорбляют других игроков. А во-вторых, Адар 2.15 в модификации «Бомж». В третьей серии хотелось бы затронуть довольно недооценённый, на мой взгляд, карабин. По сути, образу и подобию своему очень похожий на М4А1. Есть одна только важная часть, которая отличает Адар от М-ки, это невозможность стрельбы в автоматическом режиме. Ну, название карабин, я думаю, вам уже о многом говорит. Он стреляет одиночными выстрелами. При этом это полуавтоматика, и, в принципе, прокликивая, можно добиться хоть сколько-нибудь существенной скорострельности. Однако, карабины существуют для точной стрельбы. В нашем случае, это один из самых недорогих вариантов, если вы захотите походить с глушителем. И, на мой взгляд, карабин показывает себя крайне эффективно как в варианте с ним, так и в варианте без него. Если будет интересно, мы разберём его также в третьей модификации, о которой поговорим позже. Что конкретно было использовано в этом видео, как я его собирал? Была куплена стоковая Адарка. Произведено сначала самое важное изменение её конструкции, а именно, установлен низкопрофильный газовый блок, который теперь не будет мешать нам целиться. Также были добавлены пламегаситель, ПВС, CQB за 11 тысяч, было заменено цевьё, и теперь это МОЭ-SL, причём, заметьте, обязательно средней длины, другие сюда нормально не встанут. На него поставлена ручка AFG-M-Lock, которая за свои 7,5 тысяч даёт впечатляющие характеристики, плюс 9 к эргономике и минус 2 к отдаче. Добавлен прицел, это первая бомжесборка с прицелом, в данном случае это Пиксель, P1-X42, ВОМ-3 Пилат. Очень интересный, на мой взгляд, прицел, который недооценён. Снижает эргономику на 3, но при этом даёт прекрасную обзорность и выбор между мушками. В общем, в нашем случае это плюс, к тому же он достаточно недорогой, стоимость его около 15 тысяч плюс-минус несколько тысяч в зависимости от времени. И на этом, в общем-то, вся модификация этого ствола закончена. Покупаем магазины, если хватает денег и есть возможность за недорого купить батл маги, то покупаем их, если нет, то любые другие магазины, типа ПМГН-2 на минус 3 эргономики, и чувствуем себя по этому поводу прекрасно. Итоговая сборка получается со следующими характеристиками. 65 эргономики и 73 отдачи, что очень даже неплохо. Но, как я и сказал, это одно из самых недорогих и вполне удобоваримых оружий с глушителем, и ситуация вполне допускает его установку. Для этого мы не трогаем и не покупаем дульный тормоз ПВС-Си-Кью-Би, а вместо него приобретаем такую штучку, как КАС-Кью-Ди-Си. На неё мы можем спокойно поставить глушитель НТ-4, и всё это обойдётся нам приблизительно в 37 тысяч. В общем, прибавляем к стоимости сборки 30 тысяч рублей и получаем оружие с глушителем. По итогу, предположительно, это выйдет вам всё в 100 тысяч рублей. Да, сумма вас пугает, скорее всего, так как мы разбираем оружие для бомжерейдов, в конце концов. Однако, спешу заверить, есть за что заплатить. Тем более, если это глушённый ствол, который обладает довольно занятной эффективностью. В модификации с глушителем эргономика будет 58, заметно снижена. Отдача остаётся практически такой же, 74 единицы. Если брать паттерн отдачи и стрельбу с Адар-2-15 в таком тюнинге, то ситуация обстоит следующим образом. Если вы попытаетесь зажимать от бедра, то в целом оружие стреляет довольно точно, однако его вводят по сторонам. И может несколько патронов выйти не туда, куда нужно. В общем, если вы находитесь к противнику близко, то зажать в упор можно. И причём, вполне точно. С другой стороны, если противник находится хотя бы на средней дистанции, там метров в 30, а то и 50, ни в коем случае не используйте стрельбу от бедра. Для Калаша, возможно, это и было бы позволительно, хотя и там выглядело бы глупо. Адар же карабин, который обладает впечатляющей точностью и хорошей эргономикой. Прицельтесь и дайте один или два точных выстрела. В этом плюс. Посмотрите, как Адарка кладёт из прицела. Просто в одну точку. Ставить хедшоты на этом стволе не составляет никакого труда. И это один из плюсов. Давайте перейдём к перечислению плюсов и минусов, раз уж мы это затронули. Плюсы. Во-первых, и самое главное, это отличная отдача, которую очень легко контролировать. Оружие мало болтает, и так как это карабин, то в общем-то и не должно по факту. Поэтому целиться приятно, и вы действительно попадаете туда, куда целитесь. При этом, даже с коллиматорного прицела можно стрелять на приличные дистанции. При этом, не забываем о том, что, это второй плюс, можно поставить оптику и в принципе прицел маленькими затратами. Хотите, хоть шестикратник или четырёхкратник, поставьте, и это будет эффективно. Причём, допустим, с глушителем получится вполне неплохая типа снайперская винтовка. Конечно, убойность патрона не самая лучшая, по крайней мере, он пробивает всё. Если стрелять по головам, то получите крайне эффективную пушку. Третье. Как раз патроны, раз о них пошла речь. Хорошие патроны, как от той же самой М4. При этом, вы вольны выбрать, какие вы хотите. На мой взгляд, оптимальным вариантом на текущий момент времени для банджи рейдов являются М856А1. Во-первых, они спокойно пробивают четыре класса брони. Во-вторых, у них вполне терпимый урон, и они убивают с пары попаданий. В голову, естественно, с одного, при этом пробивают любые шлемы. Это несомненный плюс садарки, который отличает ее от тех же самых ПП или калашей. Ну, об этом чуточку позже. Есть варианты более дешевых патронов. 855-й, а один, но они стоят незначительно дешевле, при этом серьезно проигрывают в характеристиках. Можно их не трогать, но если совсем деньги жмут, то берите. За 30 патронов отдадите около 10 тысяч рублей. Если говорить про 955-е, это, конечно, очень классные патроны, которые пробивают всю броню в игре, но стоят слишком дорого и в нашем случае, я думаю, не стоит их использовать. Четвертый плюс это бесшумность за вменяемые деньги. Конкурентов не так много, а если и есть, то они значительно отличаются по геймплейным аспектам. Можно выделить только валы в СС, но у них сильно хуже баллистика, ценники на магазины очень высоки, поэтому по ценникам они будут отличаться от нас не сильно. Впрочем, я думаю, мы и о них когда-нибудь поговорим. Пятый плюс и последний, я думаю, это нередко можно найти Адарки в рейде у ботов и затюнить их, а это серьезно сократит статью расходов. К тому же Адар выменивается на телефонный аккумулятор, поэтому его можно часто залутать в картотеках, в сумках, с ботов или просто найти где-нибудь в инструментах, и опять же это сократит ваши расходы примерно на 22-25 тысяч рублей. Адарка стоит именно столько. И тогда сумма за эту самую пушку будет уже не такой внушительной, как может показаться. Минусы тоже есть и приличные. Первый, конечно же, нет автоматического режима стрельбы. Зажимать в упор не получится и скорее всего мы проиграем в упоре тем, кто может это сделать. ПП-шкам, может быть, даже другим штурмовым винтовкам. Второй минус, с таким тюном этот ствол вполне могут прикарманить, как с кедром здесь уже не прокатит. Да, конечно, в версии с глушителем скорее всего просто снимут глушитель, а ствол выкинут. Но это тоже неприятно и вменяемая часть денег на это уйдет. Поэтому, если вы берете этот ствол и погибаете в рейде, я бы не сильно надеялся, что он вернется. Хотя такое может произойти. Ну и третий минус, последний и основной, ствол выходит все-таки дорогим для бомжерейдов. Есть альтернативы и если вглядеться, то их много. Но, конечно, эффективность одара в своей нише заметна. Поэтому сказать, что минусы перевешивают плюсы я не могу. С другой стороны, тут дело вкуса. Кому-то понравится одарка, а кому-то нет. Но, пара моментов, которые еще хотелось бы озвучить. Глушители для Калашникова на 5.56 стоят дорого. Калашникова на 7.62 будет с заметно большей отдачей, не такой удобной в стрельбе. ПП не обладают такими мощными патронами. Для ведения боя на любой дистанции одарка в целом подходит. Как я и сказал, можно как поставить оптику, так и просто коллиматор и чувствовать себя хорошо на любой дистанции. При этом, как я озвучил выше, конкурентов в нише практически не существует. Все-таки ВСС и ВАЛ немного отличаются. И они не так хорошо работают на средней и дальней дистанции. И самое главное, этот ствол идеален для тех, кто уже умеет прицельно стрелять по головам. Он будет крайне эффективен и недорог в использовании. Лута вы с ним явно наберете больше. А если вы не умеете стрелять, он научит вас целиться, привыкнуть к нему будет крайне легко и, поверьте, вы получите из этого профит. Редко оставит вас без патронов, кстати. А значит, будет сложно впустую тратить дорогостоящие М955, если вдруг вы захотите их приобрести. И это тоже можно каким-то образом отнести к плюсам данной винтовки. И еще один плюс, который я забыл упомянуть и заметил только на этапе монтажа, небольшой, это то, что быстро меняются магазины. На Адарке ЧВКшник делает это весьма шустро. Поэтому подведем итог. Адарка в таком тюне определенно имеет право на жизнь и бегал я с ней с удовольствием. И оставалось приятное послевкусие. С другой стороны, это уже приличные деньги. И я сомневаюсь, можно ли назвать ее оружием прямо уж для совсем бомжрейдов? Думаю, что все-таки нет. Однако, если мы говорим про оружие с глушителем, с такими характеристиками и выдающимся патроном, то это определенный хороший вариант. В общем, не знаю, можно ли это полноценно отнести к рубрике не штурмовая винтовка и зато не с топором, но топористы отлетать будут на раз-два, как и другие товарищи с какими-нибудь пистолетами или говнооружием, которое нашли в рейде. На этом на сегодня буду заканчивать. Мои поиски обязательно приведут нас к эталону дешевого и эффективного оружия для бомжрейдов. То, которое будет уничтожать топористов в любой ситуации на раз-два. Но пока мы их продолжаем. Благодарю всех за внимание. Спасибо за понимание, жду вас в комментариях и увидимся в следующем выпуске шоу. Удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok